Друзья, всем привет! Протопылый сарай вчера протапливал, чтобы стены прогрелся. Сегодня протапливал. Пока я делал освещение, 4 лампы, моя возлюбленная Виктория побелила и побелочку закончила, и помила всю плитку. Так оно и было грязненько, после старых поросят. Это сарай у нас для доращивания. Мы тут доращиваем от отъема до 30 до 40 килограмм и потом ставим их в другий сарай на откорм. Тут все нормально. Кстати, мне подписчик наш нововодолазский, подписчик Василий, Василий Роман, он купил у нас нож, ну наш нож, что мы на канале продаем, и подарил мне 10 лампочек. Вася, твои лампочки. Он мне подарил упаковку экономок лампочек, а таких. Я 4 из расходов сюда, а 6 еще осталось на той, на новый сарай, там в котельне, в кабинете проведу. Так что спасибо за подарок. Также буржуйка у нас фунциклирует топом. Ну и все. Кинув лампу красную для обработки, обогрева. И сейчас пойдем забрать поросяток. Поросят забрать будем в обезьяны, потом насыпем им корма. Поросяткам сегодня ровно 35 дней. Вони у нас родились 2 января, 35 дней. 6 штук, мы 4 продали, 2 отдали и 4 осталось мне. 3 моих и 1 грижовик. Сейчас их будем забрать. Я уже наготовил весы, наготовил кастрюлю-виварку. Мы там поважаем их и сюда перекинем уже все. Ну а короче таки дела. Пошли забрать у обезьяны поросят. Друзья, ну чого то обезьянка? Друзья спрашивали, что то за рыжное пятно? Тоже 2 витяжки крайних было закрыто, когда морозы, а центральная одна открыта. Аммиак все витягивало в эту витяжку и вот такой осадок, рыжий осадок. Воно не мокрое, просто что-то такой цвет. Ну воно аммиак из мочи, из всего тяне пары и вот воно таке пятно. Мы потолок делаем под покраску. То есть каждый год его красить водоемульсионкой. Поэтому покрасим в этом году и все. Ничего страшного. Ось наши пецыки, 4 штуки. Будем их забирать. Будем взвешивать и запускать туда. Так, Брошкина. Первая Брошкина. Мадам Брошкина. Ну на 35 дней они хорошие. Вот. 35 дней. Вот ты будешь. Бежи туда. О. Не хотят от мамки уходить. Они сюда еще прийдут через месяцок уже на откорм. Понятно, что им тяжело уже будет без мамки. Сейчас первые дни будут хрюкать, выть, ныть. Фу, вроде бы 4 штуки тяжелые. Сейчас кинем на веса. Какой же вес у моих в 35 дней. Втекай, Аська. Включаем весы. И будем вваживать и туда по штучке перекидывать в новое место. Так, есть. Кладем в кастрюлю. Нажимаем. Тара. Нули. Нули. Берем первую. Тихо. Тихо. Берем первую. Двенадцать девятьсот. Двенадцать девятьсот. Бежи туда. Все, давай, давай. Второй. Тихо. Девятьсот двадцать. Грыжевый. Бежи. Кратишь. Брошкина. Десять семьсот шестьдесят. Ну, грубо говоря, одиннадцать килограмм. Чего ты? Брошкина. 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 Давай тебе. И еще один лепешка. Тихо. Тихо. Двенадцать. Нольсот двенадцать килограмм. Вот так и отъем. Вот так и поросята, друзья. Тридцать пять дней от рождения. Сейчас они, конечно, пока освоятся. Пока то все. Сейчас им предстартика. Продолжу давать то, что они делы. И воду им, правда, надо привыкнуть из нипельной паилки пить, а не из такой, потому что по воде. Вон. Давай. Перелякані, боятся. И тут они побудут, может, месяц. Я их до двух месяцев тут подержу. Опять взвесим у шестьдесят дней. То есть второго марта будет им ровно шестьдесят дней от рождения. Мы тоже их взвесим и, возможно, уже туда заберем на откорм. В той сарай здоровый. А обезьяна их не будет чуть. Загуляет нормально так, как и должна загулять. Потому что мы сделали отъем. Тих шесть штук, что продали. Четыре продали, два отдали. И в ней уже, ну, який стресс. Поэтому она сейчас день-два должна загулять. А может и не загулять. Ну, то есть будем наблюдать. Ну, так лучше забрать, что сына-матка не чуе поросят. Бо они ж годитимы сейчас получается дня-два. И насчет грыжовичка. Насчет грыжовика будем мы, наверное, будем делать операцию. Мы так побалакали, наверное, сделаем ему операцию. Хай уже, если все получится, все здесь, Бог, нормально, то, я думаю, будет нормальный поросенок на откорм. А так с грыжой она будет ставать все больше и больше. И будет неизвестно, что там и как там. Короче, сейчас тачку гоню, двери закрываю. И все, двери закрываю. Потом на ночь им подкину дровишек, чтобы у них было тепло. Плюс лампа греет, работает. И, я думаю, будет нормально. Вот уже начинают они разхаживаться, разнюхиваться. Ну, уже они очень здоровые. Свиноматка лягает, ну, что места им уже на четыре не хватает у свиноматки. А сколько самый здоровый получился? Тринадцать, да? Тринадцать девятьсотчиков. Тринадцать копейками, то и двенадцать. Да, одиннадцать. Ну да, самый маленький грыжовый, да, получается? Десять килограмм. Десять килограмм. Ну, и те, чтобы меня позабирали эти пареньки. Приезжали, там тоже десять плюс поросята были. Ну, я и на глаз бачу. Я-то и всех бачу, что больше десяти уси. Я думаю, вес нормальный для тридцати пяти дней неплохо. Я запишу на этом собі на трафарет очки. Буду их ввешивать вот так. У два месяца потом допишем. У три и так дальше. Это будет обезьянный выводок. Ну, его все вы знаете. Вот обезьянки. Поэтому вот так. Сейчас им насыпать корм смысла немало. Вони его сейчас прям не естимуть. Это буквально, чтобы часик-півтора-два пройшло. Потом они начнут что-то нюхать. Что-то это. А пока. Пока будут обуслаиваться. Брошкина. Брошкина. Черная. Кто не знает. Это мадам Брошкина. А это Филя и Макс. Черный. Это добезьяны. Это мои поросята. Так бы просто сказали при... Если б я сделал бы отъем без подкидышей. Сказали б вес таки из-за того, что их мало. А так их было вначале тринадцать штук. Потом три отошло. Осталось десять штук. Шесть уехало. Четыре осталось собі. Поэтому стандартное обычное гнездо. То есть никто уже не скажет, что их было там только пятеро, трое. То мне всегда так пишут. Делаю отъем. Нормальный вес. Это из-за того, что их дуже мало. А сейчас их было немало обычно. И вот такой вес. Вес я считаю непоганый. Дальше они должны стартовать. И еще лучше набирать. Сейчас начнут приобретать формы. И так дальше. И самое главное, что нам надо, чтобы у них сейчас не было по носу. На третий, четвертий день. А ну давай. А ну. Тут вода. Як нажимаешь вода. Сейчас понажимать. Вон они на все нажимают. Привыкли. Новая, новая. Да. А грыжовик на вид вроде бы крупный. Да. А самый меньший. Каштана. Каштана. Каштана внуки, друзья. Это все. Каштана внуки. Обезьяна. Каштана дочка. А это его внуки получается. От зятей. Так вот. Обезьяну покрывали дырком из комплекса. Вот такие поросята. Ну я ее опять покрыю дырком. Попробую. Может будет не три поросянка. Все ж таки больше. Там хотя бы семь, восемь, десять. Подивимся сколько будет. Сейчас они покруглились буквально. Начнут уже сами ездить хорошо. Стануть кругленькие. Ну а так друзья. А так мы сделали тут освещение. Потому что тут была одна только лампочка постоянно. Ночник. А так сейчас ночник будет работать. А все будем включать и включать. Все. Хоть руки дышат из-за перевода. Докажу женке. Давай. Я освещение сделаю. А вона вимила плитку. Побелила все. Чики-пики. Проблем вообще никаких нет. И теперь сюда заберем киевлянки. Это тоже мы соби их на откорм оставляем. Киевлянки них. И так. Каждый раз когда оставляем соби. Садит мы их на откорм. Тут до 30 до 40 кг их подняли. Потом у меня будет вот тут вот дверь. Так они здорово для подростков. Открывать всю дверь через всю клетку. И перегонять их на щелевый пол. Там будет щелевый пол в будущем на откорм. То есть штук 10-20 зубравых. Тут из разных выводок. И туда. Там распределил по 10-15 штук. Там тоже будет на две половины меньше. И старше поколение. Ну то есть вот так. Я думаю им тут не холодно будет. Будем подтапливать пока морозы такие. Ну сейчас то оттепель. А вообще будем подтапливать. Каждый день если нормально то каждый вечер будем натапливать чтоб на ночь было тепло. Это и лампа что ни что. Лампа 250 тоже нормально греет. И получается я и пять выводки сразу могу их сюда садить. Пять выводки там продав выводок два. А три соби сформировал и перегнал туда на откорм. То есть удобно будет в будущем. У нас в этом году предстоит много строительных работ. Бо у меня там кроме щелевого еще надо кое-что сделать. Такое тоже грандиозное. Абы грошей только нам все хватало. И так потихоньку потихоньку наращиваем. Наращиваем, выращиваем. Откармливаем друзья. А так забрали. Так что всем спасибо за внимание. И всем пока.